Друзья, всем привет! С вами Константин. Сегодня у нас видео-ответ подписчику. Под одним из моих видео подписчик задал вопрос. Константин, подскажи, пожалуйста, как правильно подключить биксеноновые линзы? Все вы знаете, что мой Ланос оборудован такими линзами, поэтому опыт по подключению я имею. Но человек, так как ни разу этого не делал, не знает, как их правильно подключить. Поэтому присоединяйтесь, с вас лайк, подписка, а человеку инструкция. Поехали! Итак, начнем. Вот лампочки, которые изначально установлены на автомобиле. Это H4 галогенные лампы. Они питаются трехконтактной фишкой. С чего мы начинаем? С того, что мы эти лампы убираем с автомобиля. Сняли. Все, что у нас есть в распоряжении, это две вот эти фишки. Одна отвечает за левую фару, одна за правую. Лампы выбрасываем. Нам для подключения понадобятся сами биксеноновые линзы, управляющая проводка. Кстати, я рекомендовал в прошлом видео использовать не эту управляющую проводку, а отдельные релюшки на каждую билинзу. Но, к сожалению, у наших поставщиков этих релюх уже давно нет в продаже. Также я промониторил сайты, известные у нас по продажу ксенона. И у них в наличии этого реле нет. Ну, что же делать? Так как его нет, давайте будем подключать тем, что у нас есть. Можно использовать вот этот набор проводов. Здесь нет ничего сложного. Просто у вас будет немножко лишних проводов. Но это не страшно. Далее нам нужны лампочки. H1. Сюда. И два блока розжига. Вот теперь нам в этом всем нужно навести порядок и запустить две эти биксеноновые линзы, которые способны выдать и ближний, и дальний свет. Кстати, ссылки на все эти продукты, это билинзы, лампочки, блоки розжига и управляющая проводка я оставил в описании, для того, чтобы вы могли прицениться и понимали, сколько это все стоит. Так, для начала мы уберем лишнее, так как нам будет сложно разобраться в этом всем. Уберем проводку, уберем блоки розжига, оставим лампочки и линзы. Первое, что мы сделаем, это вставим лампочки в линзы. Здесь нет ничего сложного, это просто отнимает немножко времени. Это клипса, которая прижимает аж первую лампочку, не так легко защелкивается, как хотелось бы, поэтому надо немножко заморочиться. Первая лампочка есть. Вторая лампочка есть. Теперь, когда мы зафиксировали обе лампы в линзе, идем дальше. Вот эти провода, которые шли с лампочкой в комплекте, они лишние, мы их убираем. Они нам не пригодятся, так как они идут в комплекте с проводкой, которая управляет ближним и дальним светом. Теперь все стало более понятно. У нас есть лампочка, у нас есть с нее два провода. Здесь и здесь. Теперь нужно к ним подсоединить блоки розжига, которые отвечают за разжигание этих лампочек. Один блок розжига. Фишки сделаны таким образом, чтобы вы не перепутали. Здесь мама-папа, мама-папа. Первый блок розжига уже подключен. Так, далее. Где у нас второй блок? Есть второй блок. Также подключаем к лампочке. Этот сюда, этот сюда. Желательно их еще не разбить, конечно, пока мы будем подключать. Хорошо, поняли, да? Вот, значит, би-линза, аж первая лампочка, блок розжига, пошел сюда. Вот он. Вот так вот все выглядит. На одной и на второй линзе. Далее в ход запускаем управляющую проводку. Вот она у нас, управляющая проводка. Здесь есть две такие фишки. Их не перепутать. Других таких нету. Они могут вставиться только в блок розжига. Одна фишка идет на левую фару, одна на правую. Вставляем. Других таких все равно нету. Вы не перепутаете. Когда все свежее, все такое тухенькое, как обычно. До щелчка. Одна и вторая. Есть. Далее в этой управляющей проводке, возле этой фишки, присутствует еще такая маленькая фишка. Она соединяется с шторкой электромагнита, которая делает нам ближний и дальний свет. Ее также вы по-другому не вставите. Она сделана так, что ее можно вставить только в одном положении. Соединяем их. Так, здесь есть. С этой стороны также возле этой фишки должна присутствовать вот эта вот фишечка, которая отвечает за ближний и дальний свет. Если вы ее не подключите, ксенон будет работать, но дальнего света у вас не будет. Именно дальнего света не будет. Одну и вторую фишки соединили. Далее все, что здесь осталось. Это вот эти два черных провода и красный провод. Два черных провода идут на корпус автомобиля. Красный провод с предохранителем идет на плюсовую клемму с аккумулятором. После этого у нас остается одна такая фишка, которая включается в одну из фишек на автомобиле. Помните, с которых я достал аж четвертую лампочку. То есть по факту вы фишку с одной фары будете использовать, а со второй фары в принципе не будете использовать. Просто в сторону отложите. Вам нужна одна фишка с фары, которая включается вот сюда. Допустим, взяли на левой или на правой фаре. Вы выберите ту, которая будет ближе. Где будет ближе этот модуль, в ту фару вы и вставите. Потому что вы же модуль разместите либо справа, либо слева. Обычно его размещают со стороны аккумулятора. Потому что вам надо будет одеть на аккумулятор, на плюсовую клемму, вот эту фишку. Соответственно, там где у вас аккумулятор, возле той лампочки, допустим, если у вас аккумулятор слева, в левую фару вы вставите вот эту фишку, на которой у нас была в начале видео лампочка H4. Это вставили. Есть вот эти два провода, два черных на массу, один на плюс, этот в одну из фар. И все. Сейчас мы с вами это все дело запустим. Но я буду вместо автомобиля использовать аккумулятор. Два вот этих провода кину на минус, вот этот на плюс, а сюда буду имитировать подачу питания, которая идет на запуск H4 лампочки. Ну что, переходим к самому интересному. Обе линзы подключены. Теперь я имитирую подачу питания на вот эту фишку. Смотрите внимательно, что будет происходить. Если вы услышали, то сработала шторка, которая отвечает за дальний свет. Это означает, что сейчас у нас работает режим дальнего света. Убираю питание. Теперь я сымитирую подключение ближнего света. Видите, линзы зажглись, но шторка не сработала, потому что сейчас у нас дальний свет. Эм, сейчас у нас ближний свет. Извините, заговорился. Смотрите, это ближний. Давайте еще раз подключим дальний. Есть. Сейчас я поверну камеру, чтобы вы увидели, что я тут вообще намудрил. Вот те два провода черных, помните, я кинул на массу. В данном случае это минус. Красный провод я кинул на плюс. Теперь вот эта фишка, которая у вас на автомобиле. Вот я кидаю один на плюс, один на минус. Дальний свет. Убрали шторку. Берем другой конец провода. Ближний свет. Шторка не сработала. Все, запоминайте, смотрите. С вас лайк и обязательно комментарий. Что вы думаете по этому видео. Надеюсь, вам понравилось. Кстати, если вам понравилась такая тематика, когда подписчик выбирает, что бы он хотел увидеть в моем следующем видео, то пишите ваши пожелания, какое видео вы желаете увидеть. Если я увижу, что эта тема действительно интересна, ну как вот сегодня, мне абсолютно несложно было подключить вот эти две Би-линзы, но зато я понимаю, что я внес какую-то свою долю в развитие по использованию Би-линз в вашем автомобиле. Теперь вы с легкостью подключите, потому что я показал каждый шаг в подробности. И на видео это зафиксировано, поэтому как видео инструкция это отличный инструмент. Так что всем пока. До скорой встречи.